Добрый день, мои любимые зрители! Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня покажу последние покупки с сайтов, с интернет-магазинов. Это и одежда уже и на лето, и сейчас на нашу весну. В основном вся такая легкая, есть и праздничная, есть и аксессуары. И, наверное, покажу еще то, что я заказала. Это парфюм. Думаю, такое обзорное видео будет вам интересно. Давайте начнем. Давайте начнем вот с этого платья. Очень мне оно понравилось качеством. То есть, вы знаете, когда одеваешь какое-то платье или что-то такое подобное, если оно приятно телу, да, не хочется даже его снимать. И вот это вот платьишко, оно такое легкое, простое, и в пир, и в мир, и куда угодно. Очень простого кроя. Я вам покажу, как оно смотрится на мне полностью. И длина очень такая, какая нужна. И очень комфортное тело. Ткань приятная, очень хорошо гладится. И такие рисунки маленькие птички кальриби. Заказывала я размер М, и не зря, потому что у них все-таки размеры отличаются от наших. Вообще я ношу размер С. И на иностранных сайтах, на китайских в основном, стараюсь заказывать на размер больше. Что у меня произошло вот с этим платьем? Это платье такое очень теплое, очень плотная ткань. И здесь подкладка. Я его хотела сейчас, вот на это время. Но вы знаете, я заказала размер С, и оно по талии мне сходится, так как здесь молния. И вот на плечах оно уже мне не застегивается. Очень жаль, очень красивое платье. Я прям хотела его сейчас вот как раз в теплый, теплый, теплый такой период, когда вроде и тепло, и не тепло, можно было его одевать в офис. Скромное такое, и вы знаете, оно мне не подошло по размеру. Я прям так сильно расстроилась. Сейчас я вам покажу ролик про парфюм, который я заказывала. Я переснимать уже не буду, я его снимала давно, и просто как-то оно у меня не входило в мой размер, наверное. У меня стоит в программе ограничение на 15 минут. И что-то я так наболтала. И сейчас я вам покажу, что я заказала из парфюма. Покажу еще тестеры. Я заказала от Hyuga Boss 2. Они по 75 мл. На одном из интересных сайтов. Кстати, они там торгуют косметикой тоже. Но это не совсем оригиналы тестеров. Это делают их в Турции, делают их в Эмиратах. Выглядят они так же, как оригиналы. Но знаете, чем они мне подкупили? Это ценой. Я очень долго сомневалась, брать, не брать. Цена совсем дешевая. И к тому же делают в Эмиратах. Просто вы знаете, кто был в Турции, тот видел. Лотки везде продают. Но чего только нет. Я помню, раньше это было 2 доллара, 3 доллара. Запах соответствует. Надушишься. Пока дойдешь до отеля, все уже. Полное отсутствие. Как будто ты не использовала. У меня была такая мысль. А вдруг? А вдруг нет? Мне, конечно, владельцы интернет-магазина сказали, что они очень стойкие и соответствуют оригиналу на 100%. Не поверила, но взяла, потому что цена на самом деле смешная. Сейчас вот со скачком курса доллар в доллар, конечно, вообще. И цены на парфюмы вообще задрались. А я давно хотела, особенно вот босс этот вот, оранж. И, знаете, с утра я подушилась, как я их получила. Вот именно вот этот вот мне очень понравился. Но у меня раньше был пробник, то есть я знала, что за это аромат. И к вечеру запах держится. К утру запах держится. То есть я беру вещь. Пока ее не постираешь, запах держится. Не знаю. Вот, девочки, не поверите, но это так. Вот эти два тестера я заказала. И вот такие вот мини-пробники. Это такие маленькие духи, соответствующие аромату, то, что здесь написано. И там не совсем духи. Это масляные духи с феромонами для мужчин. Чтобы возбуждать мужчин, чтобы они за вами бегали, не знаю. Не знаю, пока не пробовала. Просто совсем у меня недавно посылочка пришла. Насчет тестера я сказала. Вот насчет этих мини я не пробовала их. Вот у меня их три вида. Я взяла, знаете как, то, что я когда-то пользовалась или мне когда-то нравилось. Я взяла вот эти три вида. Парфюм. То есть сюда, сюда, в сумочку бросила, положила. И плюс, кроме того, что здесь вот этот аромат, вот известный, например, компанией Наскина, да. Здесь еще плюс какие-то афродезиаки. И вот. Следующий это вот такой джипперок светлый. Я его одевала и в инстаграм вам выкладывала фотографии. Довольно-таки плотные вязки. Очень теплые и в то же время такой комфортный. По-моему, в составе тут хлопок. Но с виду он кажется таким огромным. Но в то же время, вы знаете, очень комфортно я себя в нем чувствую. Потому что он какой-то такой, я не знаю, в то же время свободный и в то же время в нем очень комфортно. Здесь такие дополнения молнии такие с двух сторон. Их можно расстегнуть до пояса. Но, конечно же, я это не делаю. Для чего это, я не знаю. Можно было сделать имитацию. Но именно в этом джипперочке они действующие молнии. То есть, вот такой вот рисунок интересный. И в нем комфортно, тепло и очень уютно. Из аксессуаров я заказала очки и два таких кошелька. Очки, ну, вы знаете, они были совсем дешевые. Я поэтому и заказала. Не знаю, я, конечно, сомневалась заказывать их или нет. Смотрятся они вот так. Я не знаю, как... Ну, не знаю, напишите, идут они мне не идут. Они такие коричневые, комфортные и огромные. Так, следующее. Это такой кошелек. Но я предполагала, что он будет побольше. То есть, если вы куда-то идете и вам не нужно брать сумочку, то есть, чтобы она не мешалась, можно было взять вот такую вот сумочку. Но оказалось, она совсем маленького размера, хотя есть ручка. Ну, не знаю. По крайней мере, мой сотовый телефон сюда не вмещается. Я думала, что он... Хотя на фотографии он был с сотовым телефоном. То есть, можно было положить туда что-то такое. И вот этот кошелек, это подделка под что-то, под известную фирму. Написано, что это кожа. На самом деле, это, конечно же, не кожа. Хотя вот здесь вот импутация кожи. Очень ужасный запах, если честно. До сих пор он уже, по-моему, неделю у меня лежит, не выветривается. Но вот этот кошелек очень удобен, то, что взять его с собой. Сюда влезает мой сотовый телефон. Здесь можно разместить какие-то визитки, деньги. Что-то такое нужно. То есть, положил и очень удобно. Следующие два платья, это, скорее всего, вечерний вариант. Вы знаете, оно и без подклада. Вот первое черное платье, как бы, очень просто сшито. Но в то же время, не знаю, посмотрите, как оно смотрится на мне. Вроде как неплохо. Но единственное, мне, конечно, не нравится то, что оно просвечивает. Очень, ну, очень из тонкого такого искусственного материала. Хотя, сама модель продумана очень неплохо, очень интересная моделька. Но куда-то пойти, там, шокировать окружающих, может быть, вполне неплохо. Следующее платье. Кстати, вот это, по-моему, у меня размер М. Вот это платье, по-моему, тоже заказывала размер М, но пришел Л. Ну, по ходу дела, у них просто не было размерного ряда, и они положили, подумали, что оно мне подойдет. Немножко оно мне, по-моему, великовато. Посмотрите на видео, может быть, да, может быть, нет. Не нравятся мне вот эти расклешенные рукавчики. Не знаю, какая-то у меня ассоциация с прошлым веком. Можно, конечно, их отрезать, если они так надойдят. Но примерно из такой же ткани, как и черная, но такой темно-синяя. Не знаю, такое свободное, выглядит огромным, конечно, но может быть, в деле и пригодится. Рискнула впервые в жизни, заказала джинсы. Давно хотела попробовать, но я как-то боялась насчет размера, потому что, ну, непонятно вообще. Много просмотрела фотографий, вроде как бы подошло. Да, на самом деле джинсы подошли. Это, по-моему, здесь хлопок и эластан, и они прям садятся по фигуре. Единственное, это размер S, но по талии они мне великоваты. Если, конечно, одеть пояс, то будет нормально. По бедрам, по длине все отлично. Они немного такие, как сказать, порванные. Здесь есть вот такие вот интересные, интересное рванье. И конец не подшит, такой интересный. Можно загибать, можно... Вот видите, что представляет из себя кончик. То есть, мне понравился вариант, то есть, я раз загибаю, и уже можно одевать. То есть, можно больше загибать, можно меньше загибать. То есть, этим контролировать длину. Джинсики очень понравились. Плотные довольно-таки. Не могу сказать, что на какую-то зиму, но вот на весну самый тон. На лето, конечно, они будут немного жарковаты. В них жарковато. Вот. Очень хорошие джинсики. И последний вариант. Я давно видела эту футболку. Не смотрите, что она огромная. Вы знаете, на модели она тоже выглядела так свободно. Когда я ее получила, у меня был, если честно, такой небольшой шок, наверное. Это размер М. Но выглядит она, как на хорошего мужчину. Видите, да? Но тут такая она модель, как бы приспущенная рука, такой, как летучий мышь. И за счет этого она выглядит огромной. Такая серая, свободная футболка. Но вы знаете, я решила комбинировать и одевать под низ этой футболки что-то такое яркое. Получается такой интересный комбинированный наряд. Да, футболочка такая огромная. Я сначала хотела ее отдать мужу, но потом, думаю, перед примеркой, как только я ее увидела. После того, как я ее примерила, вроде как ничего. Но размер S, наверное, был бы получше все-таки. Это размер М. Очень хорошая ткань, HB приятная, но немного большеватая. Если будете заказывать, например, с этого сайта, я ссылочки все укажу под видео. Кстати, они у них недорогие совсем, потому что скидки были, я поэтому только, наверное, и заказала. Так что заказывайте, если у вас размер S, можете заказывать S. Думаю, не прогадаете. Так что, такие небольшие покупки, вроде ничего такого, но что-то новенькое. Я очень рада, что вы досмотрели это видео до конца. Всем спасибо за внимание, всем пока-пока!